Вот этим яблоням двум по 23 года. Это мельба, ранний сорт, а та яблонька декабрёнок, поздний сорт. Крашу, во-первых, они уже старые очень. Приходится здесь у меня вот даже уже и дупло было, я его вот залечила воском. И очень яблонь чувствительные, если у них крона чистая. Здесь же столько не хватит вару. Вот поэтому я всё счищаю, а кора уже тут такая старая. И она, по-моему, даже не влияет, краска масляная на яблоню не влияет. Наоборот, она плодоносит уже вот 23 года, плодоносит, более 100 килограмм даёт одна яблоня. Вот у меня с этих двух яблоней по 300 килограмм яблок. 200 килограмм я вот прошлый год продала, а 100 килограмм вот у меня слишком. У меня на переработку, на компоты, на сок, на повидлы и на хранение. Нам хватает. В таком месте находится, что вот тут ветер у нас сквозняк выдувает всё. И ветки подмерзали, и раз они подмерзли, они плохо отходят. И яблонька тормозится, она как бы болеет. И я решила эти ветки убрать. Вот убрала, и теперь они на южную сторону смотрят. Яблоки прямо столько. Вот на одной ветке бывает яблок по 30. Вот. Плодоносит очень хорошо. Каждый год она не устает. Вот. В основном-то цветут у них до 50 тысяч цветков. 90% цветочков опадает. И даже уже плоды до конца июня яблонька сбрасывает. Вот она сама регулирует. Самое главное, её подкормить нужно обязательно. Азотные удобрения. Ну вот нынче я рано не стала подкармливать. И так весна ранняя просыпается рано. Ну в мае я подкормлю азотным удобрением. Это скоровика я поливаю. Мочевины не пользуюсь. А уже до 15 июня. Потом уже никакой ни зелёнки, никаких настоев нельзя. Потому что пойдёт поросль, она не вызрит, эта поросль, и замёрзнет. А в июле месяце калины фосфорные. Денег я на удобрение не жалею. Вот. Калины фосфорные и настои золы. Кормлю я их. Хорошо. Они меня за это благодарят. Потому что давала приятельницам своим яблоньки. Одну дала, у неё на следующий год заплодоносила. Та, которая не жалеет удобрения. А две подружки как бы обиженные. У них не плодоносит. Потому что они говорят, мы удобрениями не пользуемся. Ну как не пользуемся, если почва глинистая, она и так быстро источается, глинистая почва. Два года и всё. А если она 23 года уже съедет яблонька? Конечно, её нужно обязательно подкармливать.